здравствуйте друзья мастеровые сегодня я расскажу про свой токарный канок болгарский с 8 и я его приобрел с рук очень плохим в состоянии все было ржавое все было стертое работал он без масла ржавая вода здесь тоже ржавая вода все года в ржавшине видео я еще когда не снимал есть только некоторые фото и переборки вот так он выглядел да его первый раз увидел разобрал я его на месте перевозил по частям самая тяжелая часть была станина около 200-300 килограмм на легковом автомобиле на прицеле процесс ремонта я начал коробок полностью заменил все подшипники все сальники где-то что-то пришлось перекочить шпонку на ходовой вал выфрезеровал новый далее я занялся коробкой подачи сложная вещь куча шестеренок куча подшипников тоже поменял все подшипники были очень сильно измножены на выходах валов здесь сделал сальники то есть на входном вале тоже сделал сальники далее перебирал переднюю бабку в таком же плане тоже все подшипники заменены шлифовал сейчас у меня стоит только передняя передняя передача заднюю передачу я убрал у нас работает спасибо друзьям станина поднятая три слоя фанеры длинный пол прокладки очень сильно на 0,4 миллиметра здесь вот яма была пришлось мне все это шабрить учиться искусству шабрения для шабрения станины из всех нижущихся узлов купил такую пластину шаберную сделал оправочку длинной толстой ручкой чтобы удобно было здесь шарик упираться и работать вверху и что вот вот отдельное внимание хочу уделить этому пятачку при работе очень сильно заставлял меня материться очень неудобный пятачок его пальцы можно было сломать люди на пальцах остаются недолго думая делал такой вот рычаговый привод двигается легко советую все кто имеет такой станок сделать делается он очень просто можно частично сейчас разобрать и вытащить шпильку такой вот угловой рычаг палец и кронштейн прикручен этот кронштейн на два винтика им жить здесь шарик там отверстие вставляем его вставляем палец очень удобно патрон на 160 миллиметров полностью все растачивал спиндель прокачил план шайбу сам патрон куласть расточил заднюю бабку осталось найти мне кругляк 45 миллиметров и вытащить новую пиноль пиноль буду делать не как на никак родной а как на других хороших станках где пиноль входит на всю двину так будет пульт управления станком кнопочный вот включение а и а и а а а и и и а и и и и и вода все работают суппорта на максимальные оборота поставлю что было сделать взял огромную ручку привода муфты один раз зажал сюда руку мне очень тоже не понравилось теперь рука работают работает легко и просто вот здесь мимо можно это у нас нейтралка делаем подачу и подключаем муфту и она поехала отпускаем муфту переключаем на поперечную подачу поднимаем муфту и она поехала все подключается легким движением руки не надо там дергать ничего так же ставим это подачи на нейтралку здесь любая выбираем резьбу здесь поменьше и отцепление так Ну и обратно. Можно увеличить. И здесь сделал вот такие вот фиксаторы лимбов, очень удобно здесь, здесь фиксатор. По средстводержатель установил пластинку, такую вот на 4 винтика, чтобы прицелить не скакали. Вот осталось то, что мне не нравится, здесь ручка короткая, я его сантиметров 20 сделаю, чтобы легким движением руки раз затянул, а все. Это приходится очень неудобно. Вот примерно такую же ручку сюда сделаю, будет шикарно. Выточил сюда временные алюминиевые ручки, но они мне не нравятся, я буду покупать капролон черный, черного цвета и делать такого рода ручку. Тут еще одна ручка сломанная, придется сделать 1, 2, 3, 4, 5 ручек надо будет вытасить. Вот такие. Продолжение следует...